К другим новостям. В Люберцах прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту. В них приняли участие 24 команды из различных общеобразовательных учреждений городского округа. Наша съемочная группа наблюдала, как юные пожарные справлялись с нелегкими заданиями. Соревнование среди юных пожарных началось с торжественного построения. Его провели главный инспектор по пожарному надзору Сергей Зубков и начальник гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. Затем победители прошлого турнира ученики лицея номер 4 подняли на флагштоке российский триколор. С напутственными словами к участникам мероприятия обратился протеиерей Андрей Михайлов. Я надеюсь, что многие из вас в будущем свою жизнь свяжут с служением ближнему. Это служение самоотверженное, которое несут наши струженики МЧС. Всем вам желаю успехов в соревнованиях. Перед тем, как выступить на соревнованиях, ребята прошли тщательную подготовку. Тренировка проходила на базе 27-й пожарной части. У каждого участника свои цели. На первое место я не знаю, как получится. Но главное не быть последним. В каждой команде выступали по 4 человека. Участникам пришлось преодолеть два испытания. Подъем по штурмовой лестнице и бег по полосе препятствий. В пожарно-прикладной спорт полностью вошли у нас и девушки. Где участвуют наряду с юношами, выполняют те же самые упражнения. И соревновательный процесс среди юношей и девушек, он серьезный. Соревнования проводятся под эгидой Всероссийского добровольного пожарного общества. Ежегодно на областных и районных состязаниях люберецкие школьники показывают высокий уровень подготовки. Ребята с нашего города являются членами сборной Московской области как раз в этом виде спорта. И мы рады, что у нас школа поддерживает эти соревнования и с удовольствием участвует в них. Призовые места предусмотрены по каждому направлению и возрастной категории. По результатам турнира победители определят как в общекомандном зачете, так и в личном.